Ах ты, ёшкин кот, вот незадачка. Дело в том, друзья, что позвал меня старый корифан в бой. Сейчас он в элитном плане ВТФ, раньше был в Империал, Сноу Леон. Старый опытный боец Варробот, Империалец бывший. Сейчас клан ВТФ собирает под своё знамя сильнейших, элитнейших игроков Варробот. Сейчас, вот, вы видели, что я в бой зашёл на, когда 7 минут до конца боя осталось, то есть на третьей минуте боя под конец я зашёл, наливал, ходил чашечку кофе на кухню. Дело в том, что где-то 5-6 боёв подряд с ВТФом попадался рандом. Думаю, пойду, если, блин, кофе налью, ребята, поместят рандом без меня. Жалко, мне всегда рандом до чёртиков, когда их такая элита колбасит. А тут против нас элита, оказывается, и ребятам пришлось туго без меня 3 минуты по маякам. Смотрите, половину профукали. Крайне ядрёные и опытные парни сейчас против нас. Это ребята из Мун, они фуллтоповые все американские кланы. И с ними два корифана из Адриан-клана и воксы. Два вокса, известный викинг, достаточно известный персонаж. Вот, вместе со своим другом. В общем, два вокса, четыре Муна. Блин, а я кофе наливал, нифига себе. Ещё бы чуть-чуть подольше наливал, и всё. И баста, так ещё шанс есть. Поэтому сейчас пойду в дикий махач, в жёсткий размен. Могу себе позволить, время боя прошло много. Там жёсткий просто махач за левый фланг, за мост идёт. Блин, давно не было таких топовых боёв. Причём именно иосников, да, то есть это чисто иосники. Сейчас идёт махач. Самые элитные ребята на иос сражаются. Так, торопиться не буду. Нашу атаку своей жестокой контратакой муновцы отбили. Сейчас надо аккуратненько поснимать найтов. Основная беда это найтинглы, конечно. Даже с глазом топового найтингла достаточно проблематично уничтожить. Поэтому качайте найтинглов. Локи пока не советую качать. Так, ну вот минус у меня с глазом, что нет, конечно, фейсшифта и в таких ситуациях у меня погибает. Как правило, успел я разменяться всё-таки на ястреба противника. Тоже топового, с ласт эндом. Блин, я даже ещё живой. Ну, викинг пытается всё равно силу миру доказать, что что-то может кит. Да, у него фулл топовый кит, 150 уровня. Но на самом деле это не так. Ничего он не может. Против рандома, конечно, может что-то и может. Но в таком бою просто большой стейк, жареный, ходячий. Я всегда рекомендовал кита не качать. Рассматривать его как титана ознакомительного. И уже качать боевых титанов, которые что-то могут, имеют способности, щиты. Несут больше вооружения. А кит, он очень ограничен по вооружению. Поэтому это реально ознакомительное. Двоечка вышла, блин, жёсткая на самом деле. Я с ней сталкивался уже с этой двойкой. Они всегда на ноденсах вдвоём воюют. Такие злые черти вообще. Ща надо их идти разбирать. Лучше всего вот ноденсы, кстати, колбасят вайперы. Не знаю, смогу ли я прорваться к этим двум синеньким тушкам. Сейчас попробуем. Ребята, их пилотёруют опытные. Времени у нас по заре мало. Посмотри, справа фланга уже тоже ноденсы. Тупо используют сейчас связки ноденсов и Артура. Или связки ноденсов с ноденсами, да? Очень эффективно, проблематично уничтожать. Хорошо ноденсы держат рубеж, если от укрытия отыгрывать. Так, вот эту тушечку я сейчас одну достану, синенькую. А это мой хороший. Так, отлично. Времени, времени мало у нас. Ребята по маякам зверски шустрые. Да, муны вообще с воксами. У них отличная тактика. Они сыгранные, постоянно играют кланами, что воксы, что муны. Ну, такие дружественные очень ребята. Блин, я в тебя в воздухе даже буду стрелять, мне нужен этот маяк. Так, тут еще Найтингл вертится. Так, ну по Найту сейчас открываем огонь. Не, надо добить сначала все-таки ястреба, потом колбасить Найта. Нет, хана мне. Хорошо держат оборону, они отбивают контратаки. Меня всегда очень радуют такие подобные клановые бои. Так, здесь обнаглевший ноденс. Грудью просто попер. Сейчас мало с таких клановых боев стало, поэтому наслаждайтесь, друзья. Мало серьезных, именно серьезных клан замесов. Именно фулл топовых ребят стало меньше. Но надеюсь, сейчас немножко по ремастеру все устаканится, пофиксят все баги. И все будет ништяк. Нужно просто немножко подождать. За счет того, что сейчас гуляют всякие болячки, да, за счет удаленки. Разработчики, я думаю, тоже все на удаленке. Сейчас все долго обслуживается. Долго сервера обслуживаются. Даже у того же ютуба. Постоянно лаги. Фризы какие-то. Вылеты со стримов. То есть понижение килобитом и так далее. Так, большие потери со стороны обеих команд. Казалось бы, мы вот берем четвертый маяк. И у нас почему-то их снова три. Ну, что ж происходит-то? Уже бой разбился на поединке. Нет, все-таки большие потери понесли. Омуны. Кстати, просекли мои братцы, что я куда-то отвалился, да. И вначале они не жгли мехов. Но очень-очень опытные элитные игроки в ВТФ собирают. Олег, госткиллер. Это очень элитный клан будет. Серьезно. То есть все, кто с ним встретится, и они никому не завидуют. Всем будет очень больно, кто встретит этот клан ВТФ. Серьезно. Так, нам просто тупо удалось за последние минуты немножко приостановить время и перебить всю команду красных. Я даже титана вывести не успел. Некогда было. Так, ну я хоть что-то настрелял, а то я вышел через 3 минуты после начала боя. А, ну я успел пожестить. 5 лимонов взял. Посмотрите, у всех по 5 миллионов. Представляете, что это за клан? Это звери просто. Против нас тоже были очень серьезные парни. Чисто и устный замес. Увидимся, друзья. Всем здоровья. Здоровья еще раз. Здоровья вам и близким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok